Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии София Драговоз Здравствуйте Госдума 29 мая приняла во втором чтении Проект закона об ужесточении уголовного наказания Для совершивших ДТП в состоянии опьянения В результате которого погибли или пострадали люди Согласно документу, данные преступления Предполагается перевести в разряд тяжких Максимальный срок лишения свободы по ним составит 15 лет Предложенные меры будут действовать в отношении Автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метро Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул общественную значимость закона Сел за руль в состоянии опьянения, значит имел умысел Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству Это должно снизить количество пьяных ДТП Ежегодно более 4 тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей Более 20 тысяч человек становятся инвалидами Это сломанные судьбы людей и их близких Представьте себе, за 5 лет под колесами пьяного водителя исчезает город, сказал Володин Депутатскую инициативу поддержали профильные министерства и ведомства Главная луна поддерживается обществом, заявил спикер Госдумы По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло 16 458 ДТП с водителями в состоянии опьянения В которых погибли 4 645 человек, 22 360 были ранены И еще один законопроект Владимир Путин подписал документ, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Он позволит судам отступать от положенной статьи 127 Семейного кодекса Где указывался перечень заболеваний, при которых лицо не могло стать усыновителем или опекуном Теперь же больные ВИЧ или вирусом гепатита С смогут усыновлять ребенка Если живут с ними, цитата, в силу уже сложившихся семейных отношений Кроме того, такое решение могут принять с учетом интересов усыновляемого ребенка И заслуживающих внимания обстоятельств Объясняют РИА Новости Поводом к вынесению такого решения стало дело супружеской пары из Подмосковья В 2018 году женщину заразили ВИЧ в больнице, где она оказалась из-за выкидыша После этого ее сестра родила паре ребенка путем искусственного оплодотворения Несмотря на то, что он постоянно живет у заявителей и воспитывается ими Суды общей юрисдикции из-за ВИЧ отказались семье в его усыновлении Рособнадзор призвал родителей обращать большое внимание на состояние здоровья детей и выпускников И не допускать их к экзаменам в случае плохого самочувствия, сообщает ТАСС Предостережение в среду распространила прислужба ведомства В связи со смертью одной из школьниц во время сдачи ЕГЭ по математике Информация об этом трагическом инциденте появилась ранее на сайте Министерства здравоохранения Чуваши Там говорится, что дежурившие в школе медработники пытались оказать девочке экстренную помощь, но спасти ее не удалось По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца В связи с этим в Рособнадзоре настоятельно рекомендовали родителям, организаторам и медработникам Внимательно относиться к самочувствию детей, сдающих экзамены Заместитель руководителя ведомства Анзор Бузаев напомнил Рособнадзором созданы все необходимые механизмы для безопасного прохождения итоговой аттестации Возможность переноса сроков экзамена при болезнях Организация процедуры сдачи ЕГЭ и ОГЭ с учетом состояния здоровья и рекомендации медицинских работников Если участник экзаменов нуждается в особых условиях из-за ограниченных возможностей здоровья или инвалидности Аварийные вентиляционные каналы и электропроводка, заваленные мусором и нечистотами подвалы Сырые стены, грязь и выбитые лампочки в подъездах В редакцию независимого телевидения Севастополя обратились горожане, которые устали бороться с бездействием управляющих компаний Съемочная группа НТС побывала в самых обычных городских дворах По улицам Хрусталева, 157 и по проспекту Победы, 35 Как севастопольцы сражаются за свои коммунальные права в репортаже с крыш и подвалов домов Наверх пойдешь, в квартиру попадешь, напролет ниже спустишься, содрогнешься от зрелища Подвалы дома номер 35 по проспекту Победы похожи на декорации низкобюджетного фильма ужасов В подвале одного из подъездов труп животного Но страшная история на этом не заканчивается Во втором подъезде сцена не менее впечатляющая Несколько месяцев назад здесь прорвало канализацию Ее починили, а нечистоты, которые затопили подвал, так и не убрали В итоге все покрыто засохшим зловонным слоем В подвалах у нас канализация как текла, она так и течет На данный момент в нашем, даже в четвертом подъезде, в котором я проживаю Мы уже когда обратились в администрацию через интернет-сайт и через МФЦ Нам все-таки пришли, нам устранили канализационную течь Но канализационные отходы, они остались, они засохли До сих пор стоит вонь, стоит мошкара Этот дом обслуживает управляющая компания Нахимовского района Ее представитель нарушений в подвалах не обнаружила И делать ничего не собирается Остатки прорванной канализации заместитель директора управляющей компании Назвала грунтом, а кошку, по ее мнению, в подвал могли подбросить сами жильцы Может кто-то умышленно ее туда запустил и убил, это другой уже вопрос Тараканов я в подвале не увидела Сразу говорю, крыс я не увидела в подвале В подвале второго подъезда я увидела дохлую кошку Которая умерла буквально вчера, судя по трупу Мы к обслуживанию этих домов приступили с 2014 года Что здесь было до 2014 года, что текло и сколько оно текло Мы тоже не знаем Мы в свою очередь все делаем Действия управляющей компании Нахимовского района Жильцы иначе как разгильдяйством, халтурой и наплевательским отношениям не называют Их коммунальные трудности игнорируют не первый год В этот раз в ответ на коллективное заявление Сотрудники управляющей компании Нахимовского района Отказались составлять акт и фиксировать нарушения Говорят, пишите письма Если вы считаете, что услуги не оказываются Или не оказываются в удовлетворительном Так как требуется Вы имеете составить акт Мы в этом акте укажем свои замечания А вы укажете свои Но в соответствии с договорными отношениями Мы не обязаны доставлять вам данные акты На другом конце города По улице Хрусталева, 157 В фокусе внимания Вентиляционные дымовые каналы И защитные козырьки на крыше Они разрушены и никем не проверяются Хотя должны обследоваться по специальному графику Этой проблемой занимается Севастополец Яков Жерновой На тропе войны с бюрократической системой Он с 2018 года Решил создать общественную организацию Гражданский контроль Пусть небольшими шагами Но последовательно Решает проблемы своего дома И помогает другим горожанам Которые не готовы равнодушно смотреть Как управляющие компании Проедают их деньги Здесь отсутствуют вентиляционные грибки Которые должны предохранять Вентиляционные каналы От попадания влаги И посторонних предметов Крышу ремонтировали в 2015 году А она уже течет В квартирах и на стенах подъезда Плесень Гренажное отверстие ливневой трубы На котором должна стоять решетка Которой нет Речь идет о доме, который обслуживает Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Которым руководит депутат Законодательного собрания Севастополя По списку от партии ЛДПР Игорь Валис В ответ на коллективное заявление Собственников квартир От управляющей компании Вообще никто не явился А посмотреть есть на что Дом очень неухоженный Очень И двойка за работу Управляющей организации Вот за эту грязь Вот за эти вещи Которые подвергают опасности Даже можно сказать Жизни проживающих здесь граждан У каждого многоквартирного дома Свои напасти Их объединяет одно Зачастую платить за лампочки Ремонт и уборку в подъездах Жильцам приходится дважды Сначала управляющим компаниям А когда те пальцем о палец не ударят Делать все самим Наш управляющий работает Очень ужасно Ничего не делает Деньги за это берет То есть сами видите Как что происходит на крыше Вокруг дома В подъездах Ничего не делается Не меняется Но каждый месяц требуется Каждую копеечку заплатить Нами неоднократно подавались заявления В управляющую компанию В госжилонадзор В департамент хозяйства В прокуратуру Но в процессе мы получаем Только одни отписки Получается что Другие управляющие компании У нас Штрафуют А компанию Господина Валеса Гендиректора данной компании Который является Депутатом законодательного собрания Почему-то обходят стороной За содержание Общедомового имущества Горожане платят Около 900 рублей Каждый месяц Вдобавок к этому Согласно программе Развития жилищно-коммунальной инфраструктуры До 2022 года На эту сферу Правительством Севастополя Запланированы Миллионы рублей Финансирования Только в 2019 году Почти 7 миллионов рублей Деньги есть Поэтому если работы Управляющие компании Не выполняют Севастопольцы Имеют право Требовать перерасчет Екатерина Коломеец Анатолий Паньков Севинформбюро Инциденты С закупкой лекарств По завышенным ценам В российских больницах Не редкость Методы решения Этой проблемы Обсудили на 21-й ежегодной Всероссийской конференции По обращению Медицинских изделий О том К каким выводам Пришли депутаты По итогам дискуссии Рассказывают наши коллеги Журналисты Телеканала Дума ТВ В больнице Ульяновской области За бюджетные средства Закупали лекарства По ценам Завышенным До 30% По подозрению В коррупции В госзакупках Были арестованы Местные чиновники В том числе Министр здравоохранения Ульяновска Безусловно Те лазейки Которые использовали Данные лица В составе этой группы Они Предусмотрены 44-м законом То есть Доробились лоты До 1 миллиона рублей Чтобы можно было Напихать разных лекарств Естественно Что никто На такие лоты Из крупных производителей Не выходил Их забирала Одна заранее Установленная Организация Якобы Все это делалось Из благих пожеланий Организация Она имела Статус ОАО Государственного Областного И вот таким вот образом Она эти заказы забирала По такому принципу Госзакупки Проводились в Ульяновске Три года Ущерб бюджету Эксперты оценили В 3 миллиарда рублей Сколько еще Необходимых Людям лекарств Можно было бы купить На эти средства Можно представить Это пример Только одного региона Сейчас официальная процедура Приобретения лекарств В России Выглядит так Больница Или региональный Департамент здравоохранения Размещает на сайте Госзакупок ЛОД И ждет предложения От поставщиков Выигрывает по правилам Конкуренции Тот, кто предложит Меньшую цену С 2017 года Минздрав устанавливает Максимальную цену Выше которой Предложения Не рассматривают Поставщики Это сочли невыгодным И стали все чаще Игнорировать торги Как переломить тенденцию Дискуссия на эту тему Прошла на всероссийской конференции В фарме Добращение 2019 В обсуждении Приняли участие Членам межфракционной Рабочей группы Госдумы По совершенствованию Законодательства В сфере лекарственного Обеспечения граждан И обращения Лекарственных средств В сфере Здравоохранения Есть отдельные Скажем Сектора Например Вакцина-профилактика Которая имеет Свои особенности Мы имеем Национальный календарь Профилактических прививок Абсолютно понятно Мы хотели бы Чтобы он стал шире Денег не всегда хватает И Одним из вариантов Развития Расширения Национального календаря Профилактических прививок Могло бы стать Формирование Долгосрочных контрактов Причем Выходящих за пределы Бюджетного цикла Долгосрочные контракты Без посредников Напрямую С фармпроизводителями Могут начать заключать Государственные Медучреждения При закупках И других Лекарственных препаратов Которые относятся К жизненно необходимым Такую поправку Могут внести депутаты В закон о госзакупках По мнению парламентариев Это позволит С одной стороны Сэкономить бюджетные деньги С другой Помочь большему количеству людей Надежда Абросимов Вадимий Злобин Дума ТВ И в продолжение Медицинской темы Департамент здравоохранения Правительства города Рассказал о том Как в Севастополе Будет применяться Новый порядок проведения Диспенсеризации населения Напомним Согласно приказу Министерства здравоохранения Люди от 40 лет и старше Могут проходить Диспенсеризацию ежегодно А люди, которым потребуется Дополнительное диспенсерное наблюдение Будут получать уведомления О необходимости посетить Медицинское учреждение По словам сотрудника Центра лечебной физкультуры Спортивной медицины И медицинской профилактики Татьяны Денисовой Поликлиники Севастополя Полностью готовы Обеспечить диспенсеризацию населения Хватает и оборудования И медработников Однако пока Процент жителей города Прошедших диспенсеризацию Сравнительно небольшое Отметили в департаменте На сегодняшний день К сожалению Активность населения Севастополя Не очень высока Основные причины Которые называют Население Вот при проведении Анкетирования нашего Они Говорят Те моменты Которые были Пять Шесть лет назад Когда было Сложно Может быть Попасть на профилактические Мероприятия И у них в памяти Это есть Что просто прийти в поликлинику Узнать о своем состоянии На здоровье возможности не было Диспенсеризация Должна проводиться За один день Но в отдельных случаях Когда требуются Дополнительные обследования Процедура может занять Больше времени Правда Как уверяют В департаменте Здравоохранения города Врачи приложат Все усилия Чтобы сделать процесс Более комфортным Для пациентов В том числе До этого Меняют график Работы Севастопольских поликлиник В кабинетах профилактики Продлевают работу В вечерние часы А в субботу Хотят сделать Полноценным рабочим днем Также рассматривается Возможность привлечения К процессу диспансеризации Специалистов Из стационарного звена Не во все возрасты Можно сделать Диспансеризацию Профосмотр за один день Поскольку По некоторым возрастам Входят обследования Которые Требуют Может быть Какой-то подготовки Либо Планового визита На это мероприятие Поэтому Если вы придете В кабинет профилактики То Сотрудники Кабинета профилактики Подберут Именно вам Удобный График Прохождения Вот этих всех мероприятий Чтобы постараться В один-два визита Уложить Вашу диспансеризацию Диспансеризация Проводится В два этапа Сначала Медработники Проводят Анкетирование Пациента А затем Отправляют На обследование Проводят Антропометрию Проверяют Сердечно-сосудистую Систему А также Кровь На сахар И холестерин В зависимости От возраста Может также Проводиться Электрокардиография Измерение Внутри Глазного Давления И обследование На выявление Злокачественных Новообразований При этом Процесс Диспансеризации Полностью Бесплатный Для пациента Самое главное Напоминают Медработники Это прийти В поликлинику В кабинет Профилактики Там пациенту Проведут Профилактический Осмотр Выявят Существующие Риски И заболевания На ранней стадии И определят Дополнительное Обследование Также Если оно Не определено Приказом О порядке Пациент Направляется На второй Этап Где проходит Дообследование Именно По выявленным Заболеваниям И если Требуется Пациенту Дообследование Не входящее По приказу Во второй Этап Диспансеризации То он Направляется К терапевту На дообследование Вне рамок Диспансеризации То есть Дополнительного Финансирования С пациента Никто не требует Некоторые Предприниматели Получат Отстрочку По установке Онлайн-касс До 2021 Согласно Законодательству Использование Контрольно-кассовых Аппаратов Становится Обязательным Уже С 1 Июля Но Предпринимателям Обещают Снова Перенести Сроки Государственная Дума Приняла Закон И скорее Всего В таком Виде Он вступит В законную Силу В ближайшее Время Его рассмотрит Совет Федерации А потом Подпишет Президент Страны Какие Индивидуальные В ходе Публичных Обсуждений Которые Ежегодно Проводит Управление Федеральной Налоговой Службы Севастополя Все Желающие Могли Получить Ответ На Вопросы Касающиеся Налогового Законодательства Государственная Дума Приняла Поправки В закон По Отсрочке Введения Онлайн-касс Но Не Для Всех Если Изменения Будут Приняты Советом Федерации И Подписаны Президентом То Некоторые Индивидуальные Предприниматели Смогут Получить Отсрочку До 2021 Года Все Интересующие Вопросы По этому Поводу И не Только Представители Бизнеса Могли Задать Напрямую Сотрудникам Федеральной Налоговой Службы На Ежегодных Публичных Слушаниях Безусловно Малый Бизнес Волнует Вопрос Какая же категория Налогоплательщиков У нас Попадает В четвертую Волну Реформы Которая Ориентировочно Будет Продлена На Два Года До 1 Июля 2021 Года Согласно Законопроекту У нас Попадают Под Отстрочку Две Категории Налогоплательщиков Это Индивидуальные Предприниматели Которые Не Имеют Наемных Работников Предоставляют Самостоятельно Услуги Населению Либо Занимаются Реализацией Товаров Собственного Производства Речь Речь идет об отсрочке для предпринимателей, которые торгуют товарами собственного производства, но только для тех, у кого нет сотрудников. Остальные продавцы должны пробивать чеки на новой кассовой технике при получении оплаты с 1 июля 2019 года. Налогоплательщики, которые осуществляют перепродажу товаров и организации, в отсрочку этого законопроекта законодательство не внесено, поэтому им придется с 1 июля 2019 года В обязательном порядке применять контрольно-кассовую технику. Все налогоплательщики, которые обязаны применять контрольно-кассовую технику, но по каким-либо причинам ее не применяют, они будут привлекаться к административной ответственности и налагается административный штраф. Для некоторых категорий налогоплательщиков предусмотрена компенсация расходов на приобретение контрольно-кассовой техники – 18 тысяч рублей на каждый аппарат. В соответствии с законодательством получат этот налоговый вычет предприниматели определенных категорий, которые зарегистрируют онлайн-технику до 1 июля. Помимо кассовой реформы, на встрече обсудили ошибки при составлении налоговых отчетов и вопросы взыскания задолженностей. По состоянию на 1 мая составляет 781 миллион задолженность. Из этой задолженности пятая часть, 166 миллионов, приходится на 53 юридических лица. И хочу отметить, что самые организованные у нас оказались просто жители города Севастополя, которые в течение этого года сократили задолженность по имущественным налогам физических лиц на 20%, и на сегодня долг по данному налогу составляет 52 миллиона рублей из вот этих 731 миллиона рублей. Главная цель таких встреч – обеспечение прозрачности работы службы и диалог с налогоплательщиками, отмечают в ведомстве. Марина Иванова, Денис Александрович, Севинформбюро. В украинском «Нафтогазе» возмущены тем, что Россия, игнорируя решение гаатского суда, продолжает добывать природный газ в Крыму. Подобное заявление появилось на странице предприятия Facebook. На сегодняшний день Россия нелегитимна из всех месторождений, которые принадлежат Украине, добыла 9 миллиардов и 2 миллиона кубометров газа, написано там. Напомним, до вхождения Крыма в состав России «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз», обеспечивающий потребности жителей полуострова. После воссоединения с Россией, расположенной на полуострове имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза», по решению местного парламента, было национализировано и внесено в уставной капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаза». В октябре 2016 года за утраченные активы «Нафтогаз Украины» через Гаагский третейский суд потребовал от России больше 2,5 миллиардов рублей, а позднее увеличил сумму до 5 миллиардов. Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь-Москва и Севастополь-Санкт-Петербург. Об этом журналисты телеканала Думы ТВ сообщил член комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. По данным Минтранса, запуск первых поездов планируется на середину декабря. Это будут поезда из Севастополя-Санкт-Петербурга и Симферополя в Москву. «В принципе, к началу курортного сезона в 2020 году планируется запуск уже 11 поездов, которые будут связывать с городами Екатеринбурга, Мурманском, Краснодаром и рядом других. Вот на сегодня эти планы, озвученные Министерством транспорта». До 10 июня корпорация «Эппл» будет уточнять технические и временные возможности под дальнейшей корректировки своих приложений в части отображения Крыма. Такой срок определен Госдумой Российской Федерации для завершения консультации «Эппл» в Центральном офисе в США. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. На встрече с представителем «Эппл» неделю назад нас проинформировали о внесенных поправках в сервисное приложение «Карты», где Симферополь и Севастополь теперь обозначены как российские города. Но в приложении «Погода» не говорится, к какой стране относятся города Крыма, хотя про другие населенные пункты такая информация и сообщается, пояснил претензии Василий Пискарев. По словам политика, Думский комитет не снимает вопрос контроля и намерен добиться от корпорации «Эппл» исполнения российского законодательства в полном объеме. В Крыму сотрудники полиции изъяли крупную партию синтетических наркотиков, сообщает прислужба МФД России. Килограмм и 800 граммов вещества в общей сложности были заложены в тайниках в окрестностях Севастополя, Ялты, Сак, а также в Симферопольском районе. Подозреваемый в сбытии наркотиков задержан. 24-летнего молодого человека заметили на окраине одного из сел Сакского района при фотографировании местности во время профилактического рейда. При задержании мужчина при себе имел 66 полимерных пакетиков, а также 17 свертков из фольги с порошкообразным веществом. Кроме того, у него при личном досмотре было изъято 29 рулонов изоленты, полимерные пакетики с пазовыми замками для расфасовки порошка и металлическая лопатка с остатками земли. Подозреваемый пояснил полицейским, что в свертках и пакетиках так называемые кристаллы соли и материалы, необходимые для осуществления закладки их в тайниках. Молодой человек признал, что занимается распространением наркотиков бесконтактным способом с использованием сети интернет с целью заработка. Тайниковые операции, с его слов, он производил в Симферополе и Симферопольском районе, в Ялте и Севастополе. Оперативники изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором были сохранены фотографии мест в закладах солей. Сотрудники полиции из указанных задержанным тайников в присутствии понятых изъяли пакеты с порошкообразным веществом, обмотанные изолентой. По результатам проведенной экспертизы, вещество, изъятое из всех тайников, признано синтетическим наркотиком, содержащим N-метилофедрон. В возбужденное уголовное дело с санкцией статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый взят под стражу, суда он будет дожидаться в следственном изоляторе. МВД России резко сократила список потенциально опасных пород собак. Об этом та сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк. На основе предложений, поступивших с их федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, проект постановления правительства РФ доработан. С учетом мнения экспертного сообщества, перечень потенциально опасных пород собак сокращен до 13 позиций, сказала она. Ранее в списке числились 71 потенциально опасная порода. Ирина Волк также сообщила, что доработанный и обновленный перечень опасных пород размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В декабре 2018 был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. МВД предложило перечень потенциально опасных пород собак. В него были включены такие породы, как шарпей, тибетский мастиф, все виды овчарок, кангал, бультерьер, ирландский волкодав. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается. За исключением случаев, когда потенциально опасная собака находится на огражденной территории, принадлежавшей ее владельцу по праву собственности или ином законном основании. В Севастополе открылся первый фестиваль дипломных спектаклей «Молодой театр». В город-герои выпускники ведущих театральных вузов страны привезли постановки, которые подготовили к окончанию обучения. В среду, 29 мая, ректоры известных театральных школ ГИТИСа, Всероссийского государственного института киментографии, имени Герасимова, Екатеринбургского государственного театрального института и другие участники фестиваля встретились с руководством и театральным сообществом Севастополя. В фестивальной афише знаменитой театральной школы нашей страны. В этом году выпускники ГИТИСа, Екатеринбургского государственного театрального института, Ярославского театрального института приехали в Севастополь представлять свои дипломные спектакли. Парад творческих работ проходит в рамках первого фестиваля «Молодой театр». Постановки начинающих актеров будут оценивать не только мастера искусства, но и севастопольский зритель. У меня складывается впечатление, что через некоторое время город должен стать притягательным для ваших выпускников, для ваших гастролей, для новых фестивалей. Это в том числе и новая конкуренция для театра «Луначарского». Фестиваль «Молодой театр» – одна из традиций, которую правительство в этом году поддержало и будет поддерживать и дальше. Во время обсуждения представители театрального сообщества нашего города подняли вопрос обучения севастопольских актеров для повышения категории и профессионального статуса. В частности, выдвигались предложения о заочном обучении с участием мастеров ведущих театральных вузов. У нас очень многие актеры имеют украинское образование, которое, когда мы перешли в законодательство Российской Федерации, оно перестало быть высшим. А это за собой влечет очень большие проблемы, потому что это и звание невозможно, и, в общем, наверное, статус актера тоже. Надо понять потребность, готовясь к открытию того кластера, понять потребность педагогов по разным направлениям. Потому что здесь специфика, если в технические вузы, можно из любого вуза, физика, химия, математика, она в любом месте. А здесь очень большая специфика. Педагог по речи, педагог по сценодвижению. Мы можем, и мы это делаем, направлять на краткие лекции, курс лекций наших педагогов. Мастера и сейчас приезжают, и мастер-классы преподают. Но наездами это все равно не сделаешь. Костяк педагогов надо для этого новых стен подготовить. После беседы участники встречи переместились в античный театр Херсонеса Таврического. Там, под открытым небом, прошла торжественная церемония открытия первого фестиваля «Молодой театр». Я – Мельпомена, трагедия плод, а я – душа комедии, я – талер, а я все это привожу в движение. Я – муза танца Терпсихора. Вам слово, дорогие музыки. До 1 июня в Севастополе выпускники ведущих театральных школ России будут показывать севастопольцам и гостям города свои дипломные спектакли в античном театре Херсонеса Таврического. Дарья Юхновская, Денис Александрович, Севен Форумбюро. А лучших юных футболистов и футболисток Севастополя наградили за спортивные достижения. Долгожданные медали и кубки получили команды-призеры детско-юношеской футбольной лиги Севастополя и фестиваля девичьего футбола «Ника». Церемония прошла 29 мая на летней эстраде Приморского бульвара. Ожесточенная борьба за первые места шла с сентября 2018 по май 2019 года. За право оказаться на пьедестале состязались около 50 команд. Это не какая-то компаниейщина. Собрали в каком-то месте, а потом хвастаются. 50 команд провели. Что провели? В два дня? Кому эти соревнования? А вот когда дети в течение года занимаются этими вещами, вот оно и ценно. Превратить такой формат соревнований в севастопольскую традицию – одна из главных задач городского спорта, считает Евгений Репенков. Благодаря продолжительным турнирам с регулярными встречами, с возможностью играть домашние матчи на своих школьных стадионах, у города получится воспитать сильное футбольное будущее города. Представляете, как это здорово? Как обычно. Вот она где-то там играет, никто ее не видит. Потом приходит наша команда, заново там первое, второе, третье место. Ура, все, все забыли. А здесь в течение года она играет, в течение года на домашние игры принимают о своем школьном стадионе. Люди могут прийти, дети, младшие классы прийти, афиши. Например, наши сегодняшние тигры разорвут, горпичинских драконов там и типа того. Это здорово! Впрочем, похвастаться сильными игроками Севастополь может и сегодня. Полина Долматова из 35-й школы заслуженно признана лучшим игроком турнира. Говорит, футбол полюбилась с детства. С ранних лет она регулярно гоняла мяч во дворе с братом, активно болела за наши городские команды. Тогда же для себя решила связать свою жизнь с этим видом спорта. Хорошо, но я тренировалась долго, поэтому все, в принципе, ожидаемо. Просто, не знаю, тренировалась лучше остальных. Поздравить со спортивными достижениями наших юных футболистов пришел депутат законодательного собрания Михаил Чалый. Что по-настоящему хорошо, что у нас в Севастополе сформировался уже не первый год и даже уже не третий. Реальный футбол не для галочки, а по-настоящему массовое вовлечение детей в эту хорошую игру. И не только мальчиков, но и девочек, и девушек. Это здорово! Такой по-настоящему серьезный подход к развитию футбола в городе помогает развить собственную школу, благодаря которой наши спортсмены смогут оказать достойное сопротивление крымским командам. Кирилл Попов, Анатолий Паньков, Севон Форумбюро. В Керчи стартовала яхтенная регата «Золотое кольцо Баспорского царства». Это мероприятие проходит на полуострове впервые. Экипажи крейсерских яхт стартовали 26 мая в Геленджике, посетили Анапу. В регате принимают участие яхтсмены из различных регионов России. Согласно плану регаты, яхты начали движение в едином строю под Крымским мостом. Как настроение? Мы идем! Плав-средства шли на двигателях в соответствии с требованиями лоцманской службы. После прохождения арок по сигналу судьи на яхтах были подняты проса. Под Керченским мостом очень впечатляют эти масштабы. У нас ребята, когда мы сюда шли, очень радовались, селфились. Хочется, чтобы действительно развивался парусный спорт. Было побольше яхт, побольше людей занимались, которые там яхтенным спортом, яхтенным туризмом. И для этого и участвую в этой регате и в разных других регатах. Конечная точка регаты – Ялта. Туда яхты прибудут 1 июня. Затем яхтсмены посетят Севастополь. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинфорумбюро. Эфир вечером в 19 часов, в 21.30, 23.00. Ночью в 2 часа и 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов. Днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 59-00-62. Также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. НТСДФИСТВ.КУМ. Ждите новостей и хорошего дня.